Вышли на борьбу с драгдилерами и неравнодушные жители Октябрьского района Новосибирска. Добровольцы создали антинаркотический отряд «Пульс», чтобы патрулировать местные лесополосы и дачные общества. Мы уже рассказывали об этом движении, а сегодня вместе с дружинниками ловила закладчиков и потребителей запрещенного зелья съемочная группа экстренного вызова. Вот три точки, значит, координаты были указаны именно здесь. Они не могли найти, и вот они в трех местах вот такие раскопки и делали. И Нюшинский бор, и лесополоса возле спорткомплекса «Альбатрос» — не только излюбленные места для прогулок новосибирцев, живущих в районе педуниверситета. Частенько здесь видят закладчиков, которые устраивают многочисленные тайники. Повсюду обрывки изоленты и целлофановых пакетиков из-под зелья. На этих кадрах одно из последних задержаний дружинников. Раздобыв грамм героина, компания маргиналов уже собиралась забыться в наркотическом дурмане. Но в их планы вмешались добровольцы и полицейские. Наркотики, распространение, никогда не истребить. Наркоманы они были, они есть и они останутся. Наш интерес добиться того, чтобы меньше стало закладчиков, меньше стало наркоманов. Пока записываем интервью, по рации командиру передают срочную информацию. Неподалеку дружинники заметили наркоманов, которые рыщут в поисках закладки. Трое копается, хаджи наблюдать за ними. Давай быстро, хаджи. Через считанные секунды оказываемся на месте. Лежа лицом в землю, один из задержанных честно признается, зачем они с приятелями пришли в лес. Здесь что делаешь? Гуляю, копаю. Оказалось, парни не только нашли, но и успели употребить наркотик. На поляне вода, которой они разбавили так называемую соль, и шприцы с остатками вещества. Да, там очень мало было. А что за наркотик? По куришке. Синтетика какая-то? Ну, да, ну, смею. Увы, по закону предъявить этой троице нечего. Дружинники были вынуждены отпустить их в освоясе, но напоследок заставили убрать за собой мусор. Стараемся выявлять также в лесу, также в СНТ, именно самих закладчиков и покупателей, которые ломают заборок, когда забирают закладку. Также людей пугает, детей пугает. Мы стараемся как бы их защитить, скажем, чтобы вот этого все не было. Также иногда бывают и надписи закрашенные. В отряде «Пульс» сейчас 11 человек. Все спортсмены, ведущие и пропагандирующие здоровый образ жизни. Информацией о наркоманах с добровольными помощниками полиции делятся неравнодушные местные жители. Я периодически гуляю, иногда бегаю. Иногда попадаются наркоманы, которые закладки делают или которые ищут уже закладки. У меня есть телефон местной дружины, поэтому в течение 10 минут приезжают. Я знаю, что всегда можно позвонить. По словам командира «Пульса», уже четыре уголовных дела в отношении задержанных отрядом дельцов дошли до суда. В планах борцов с наркоманами расширить зону работы и искать закладчиков не только в Октябрьском районе, но и по всему городу. Продолжение следует...